Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы расскажем вам о тех событиях, которые привлекли наше внимание на минувшей неделе. Надеюсь, они заинтересуют и вас. В этом году мы отмечали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этой войне мы помним, чтим воинов, павших в ней, и не устаем говорить спасибо нашим дорогим ветеранам. А вот о Первой мировой зачастую вспоминают только на уроках истории. Исправить эту ситуацию, рассказать о войне, в которой Россия понесла колоссальные потери, решили с помощью проекта «За веру и Отечество». Этот проект включил в себя целый ряд мероприятий, среди которых и выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике под названием «За веру и Отечество. Люди и судьбы. Великой войне 1914-18 годов». В целом проект направлен на восстановление исторической памяти о роли России, Сербии и Франции в Первой мировой войне. А здесь, в одном из выставочных залов Рязанского Кремля, об этом историческом событии расскажут экспонаты, многие из которых являются уникальными. Так, например, посетители выставки могут увидеть гербовый флаг и императорский штандарт, которыми встречали Николая II и императрицу Александру Федоровну по прибытии в Париж в 1896 году. Это далеко не единственный экспонат, привезенный из-за рубежа. Здесь зрители могут увидеть и другие исторические артефакты периода Первой мировой войны, приехавшие к нам из Сербии и Франции, а также полотна современных сербских художников, которые представили свое видение тех страшных событий. Эти экспонаты свидетельствуют в первую очередь о тесных отношениях между нашими странами в годы борьбы с врагом. А о дружбе в настоящем можно судить по почетным гостям, которые посетили нашу землю. Я очень рад поздравить вас с этим посольством Рязани Сербии Российской Федерации и выразить огромную радость, что нахожусь в Рязани сегодня вместе с вами на этой выставке, на которой участвует и Сербия. Как вам очень хорошо известно, Сербия и Россия вели эту великую войну, защищая свою родину, свой народ, свою культуру и свою цивилизацию. Мы никого не обладали, мы были жертвами агрессии. Это очень важно сказать, потому что это была настоящая драма наших народов и наших государств. Сегодня очень важно сказать, что нам важно, как губернатор хорошо сказал, нам надо развивать и укреплять наше историческое самосознание. Нам надо, особенно молодым людям, знать, кто мы, откуда мы, какая наша культура, какие ценности наши, какая цивилизация наша. Также выставку посетил и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он отметил значимость подобных проектов и их важную роль в патриотическом воспитании молодежи, которые сегодня мало интересуются историей своей страны. Сегодня мы очень мало знаем об истории войн, об истории их возникновения, о возникновении конфликтов и путях их разрешения и так далее. Для того, чтобы избежать войн, мы должны хорошо знать историю возникновения войн и конфликтов. Действительно, истории Первой мировой войны сегодня простые, а быватели интересуются нечасто. Так, например, мало кто знает, что Рязанская губерния дала фронту огромное количество призывников. По современным данным, около 48% взрослого мужского населения Рязани ушло на фронт. Эта война затронула почти каждую семью, так что люди старались помогать тем, кто воевал на фронтах. Посылки на фронт, там кесеты, табак, какие-то продукты питания, это считалось само собой разумеющимся. Но проходило много официальных мероприятий, о которых мы тоже мало что знаем. Например, было очень распространено такое явление, как военные займы. Причем, что очень любопытно, эти займы делались на конкретные цели. Например, приходила информация, на фронте не хватает походных бань, и солдатам негде вымыться. И вот был объявлен сбор средств на походные бани. То есть люди знали, что они жертвуют на конкретную цель. После этого в газетах появлялась точная информация, сколько было собрано денег, сколько было закуплено вот этих походных бань, и куда они были отправлены. На этой выставке у вас есть все шансы заполнить пробелы в своих знаниях, так как на ней представлены фото и видеоматериалы, рассказывающие о событиях столетней давности. Многие экспонаты попали на выставку из фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, а некоторые из них приносили сами рязанцы. В основном это награды предков-участников этой войны, фотографии, газеты. Ну а самым интересным экспонатом, пожалуй, является дневник русского военного, попавшего в плен к австрийцам. На этой выставке, мне кажется, многие молодые люди просто откроют для себя страницу истории, которая была забыта. Вы, может быть, не помните, поскольку еще были довольно молодыми, но в советское время эта война считалась несправедливой, не очень такой почетной. О том, что человек участвовал в этой войне, рекомендовалось вообще не упоминать. Это считалось какой-то такой мрачной, некрасивой страницей нашей истории. Но когда мы смогли от этих шор политических освободиться, выяснилось, что эта война была поистине народной. Ее называли Вторая Отечественная или Великая война. И с ней был практически каждый житель нашей страны связан. Многие люди потеряли своих родственников, многие сами участвовали в этой войне. И следование осталось очень глубоким. И вот если на этой выставке молодые люди для себя хотя бы откроют какие-то моменты, мы будем считать, что мы своей цели достигли. Выставка будет работать в здании Дворца Олега до 17 декабря. Ее действительно стоит посетить, хотя бы для того, чтобы знать свою историю. А тем временем в арт-салоне «Палитра» открылась осенняя выставка, на которой представлены работы учеников детской художественной студии. Конечно, пока они еще не могут сравниться с полотнами великих художников, но уже сегодня они могут принести вам массу положительных эмоций. В художественной студии творческие мастерские занимаются дети разных возрастов, начиная от самых маленьких и заканчивая ребятами, которые собираются поступать в высшие художественные учебные заведения. Руководитель студии Людмила Преснякова отмечает, что в связи с этим и подход к каждому занимающемуся индивидуальный. Приходит человек, допустим, он собирается поступать, например, есть такой художественный институт имени Сурикова, или, допустим, в Строгановку, ну, есть такой тоже университет, или теперь Штиглица, бывшая Мухина, или в Академию художеств, допустим, Глазунова, или еще. У каждого свои, как говорится, проблемы на поступлениях. То есть требования, они разные. Они, в принципе, все в академическом плане, но они требуют, допустим, конструктивной построения, другие живописные отделения, более живописные, допустим, и так далее. То есть я хочу сказать, мы стараемся готовить. Ну, естественно, пока, слава Богу, никогда не было промаха, всегда наши дети поступали на бюджет в Москву, в Санкт-Петербург, это как правило. На этой осенней выставке представлены работы детей от 5 лет и до 11. По ним можно проследить, как ребята совершенствуют свое мастерство. Вот, допустим, 5-летний. Совершенно замечательная работа для 5-летнего возраста. Такой развитый мальчик там и так далее. Вот девочка у нас уже третий год занимается. Она уже, посмотрите, в 16-м году будет поступать в художественную школу. То есть это уже более взрослый человек. Какой-то единой темы у работ, представленных на этой выставке, нет. Но все они выполнены в ярких красках, а их сюжеты отправляют нас прямиком в детство. Сказочные персонажи, необычные пейзажи, красочные попугаи. «Попугаев» – это была моя самая первая картина. Я ее рисовала по фантазии. Ане всего 8 лет. В студии она занимается с прошлой зимы. Однако девочка уже решила, что живопись останется в ее жизни навсегда. Я думаю, что я продолжу рисовать для себя. Потому что мне это нравится. А профессия у тебя какая будет? Профессия? Я думаю, что предприниматель. Выставка будет работать до 29 ноября. Но с 1 декабря в салоне «Палитра» начнут принимать работы рязанских мастеров и мастериц на ежегодную традиционную новогоднюю выставку «Подарочки». Для заедлых театралов хорошая новость. Рязанский театр драмы подготовил для своих зрителей новый спектакль. На предпремьерном показе пьесы «Зануда» побывала и наша съемочная группа. Спектакль «Зануда» поставлен по пьесе французского драматурга и сценариста Франсиса Вебера. В широкой публике этот автор известен по киносценариям всеми любимых французских комедий, таких как «Игрушка», «Беглицы», «Папаши». И в этой постановке режиссер Валентин Стасюк, приехавший к нам из Москвы, вместе с актерами Рязанского театра драмы постарались уловить и передать легкость французского комедийного стиля. Не современем, да, то есть мы не подтаскиваем это в наши дни. Все-таки мы пытаемся поймать стилистику, пытаемся поймать это ощущение, эту интонацию, того самого прекрасного, говорю, французского обаяния. Эта история будет современной через сто лет, так как в ней затрагиваются не социальные, не политические, а общечеловеческие проблемы. По сути, она о борьбе человека за свое счастье. Одним из главных действующих лиц этой пьесы является Франсуа Пиньон, среднестатистический француз, который живет обычной, ничем не примечательной жизнью, какой живут, пожалуй, сегодня около 90% населения нашей страны. В общем-то, им кажется, что все в порядке. И единственное, на что хватает их сил в этот момент, это, если им что-то не нравится, просто высказывать свое недовольство. Но с Франсуа Пиньоном происходит ситуация, при которой он вынужден оторваться от места и для того, чтобы не потерять то самое дорогое, что у него есть, начать за него бороться. Вот это самый главный процесс. То есть как в человеке рождается мысль о том, что если он хочет жить счастливо, комфортно, если он хочет получить какую-то внутреннюю и внешнюю гармонию, то ему нужно что-то делать для этого. Рядом с Франсуа Пиньоном существует еще одна фигура. Киллер, наемный убийца. Это человек без эмоций, не имеющий семьи и, по сути, оторванный от нормальной человеческой жизни. Вот это тоже был очень любопытный нюанс, когда на глазах у этого человека в течение двух-трех часов разворачиваются какие-то совершенно сумасшедшие семейные драмы, в нем тоже происходит что-то, что заставляет его подумать, хотя бы подумать, хотя бы допустить мысль о том, что, лишаясь всего этого, он не проживает жизнь по-настоящему. То есть когда возникает вопрос о том, а что такое жизнь по-настоящему, ну, что такое, зачем вообще жить, да, вот ради чего, ради того, чтобы продавать рубашки и гоняться за неверной женой, или ради того, чтобы просто тупо зарабатывать деньги и откладывать их в банк когда-нибудь на будущее, да, вот здесь уже каждый может сделать свой выбор. Я предлагаю зрителю для себя решить по-своему, каждому, не настаивая на выводе, ни на каком. В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Зайцев и Олег Печурин. В роли киллера перед нами предстал Роман Пастухов, ну, а Франсуа Пиньона блистательно сыграл Юрий Борисов. Да, и попытайтесь выглядеть повеселее, а то этот дурак снова проявит, рвение. Думаю, свои вещи вы так не кладете в чемоданы. Извините. О, не-не-не, оставьте, оставьте. Наплевать мне на эти брюки, мне теперь на все. Наплевать, моя жизнь кончена. Нет, вы с ними обращаетесь по-свински? Моя жизнь имела смысл только тогда, когда она была рядом. А без нее эта пустыня, не быть ее. Надо взять за них брюк и провести новое патюм-посмех. Иначе будет как общество. Я даже представить себе не мог, что одиночество может быть таким мучительным. Я бы не разорвете. Если вы все равно с такой сцены. Да жаль патруцовки, не какой-то жертвец. Знаете что? Складывайте детали, только поторадывайтесь, а то сейчас придет концовка за свои половые тряпки. А ему не надо было ходить за тряпкой. Он мог взять мои брюки. Премьера спектакля «Зануда» состоится на сцене Рязанского театра драмы 13-14 ноября. Поверьте, эту искрометную комедию стоит посмотреть. Занимательный сюжет и добрый юмор подарит вам исключительно положительные эмоции. На этом наша программа подходит к концу. Если вы хотите принять участие в ее создании, звоните по телефону, указанному на экране. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин